Внимание, видео предназначено для людей, которые ни разу не держали в руках подобные устройства, и не знают, как ими пользоваться. Ну что, народ, всем привет! Давайте с вами сегодня попробуем настроить роутер TP-Link WR840N. И, как вы помните, заходим в свойства сетевого подключения. Нажимаем состояние, сведения. Вот, кстати, наш IP-адрес нашего роутера. Вот, кстати, физический адрес. Это так называемый MAC-адрес еще. Запомним его. Запомним, что это такое. Итак, IP-адрес роутера мы узнали. Заходим для разнообразия в Internet Explorer, вбиваем его в адресной строке. Я надеюсь, все помнят, что нужно нам писать здесь. Наш роутер спрашивает пароль. Логин админ, пароль админ. Заходим. И люблю TP-Link за их постоянство. Нас попадаем на страницу состояния сразу же. Кстати, не успел обратить внимание в прошлый раз. На каждой страничке, с правой стороны, у вас есть справочка. На русском языке. То есть, можете почитать ее. Но я не думаю, что она что-то вам даст, если вы в первый раз трогаете эту железку руками. Настройки все штатные. Кнопочка WPS присутствует, которая передает ключ сети от Wi-Fi вашему мобильному устройству, ноутбуку и так далее, чтобы не вводить его вручную. Давайте поподробнее теперь еще раз пробежимся по настройкам интернета. Статический IP это по умолчанию. Если у вас провайдер по VPN вам предоставляет интернет, вам необходимо заполнить следующие поля. Имя пользователя, пароль, все IP-адреса. Если они предоставляются статически, тоже нужно заполнить. Здесь можно скопировать MAC-адреса. Свои, если вам нужно. И мы попозже рассмотрим, что это такое. IP-адрес роутера. Менять не рекомендую. Беспроводной режим. Здесь как бы все просто. Тут имя вашей сети, то есть как ваши мобильные устройства, ноутбуки и другие устройства будут видеть вашу Wi-Fi-сеть. Режим лучше не меняем. Ширину канала лучше не меняем. Сам канал выбираем авто. В WDS мы касались вот этих всех настроек. Если вы помните, если вы смотрели, в настройках модели TP-Link 740N. Они здесь все одинаковые. По большому счету видео можете посмотреть. Если хотите знать, как это устройство выглядит снаружи поподробнее, можете посмотреть второе видео. Мы там его подробненько рассматривали. Таким вот образом здесь нехитрым поднимаются WDS-мосты. Здесь мы настраиваем защиту. Можно ее, в принципе, отключить, если вы добрый сосед и вам не жалко своего интернета. Пожалуйста. Здесь настраивается ключ безопасности. Можете указать практически любой. Тип шифрования лучше не меняйте, если вы не знаете, что вы делаете. А вот фильтрация MAC-адресов. В тот раз мы не очень сильно на ней задержались. Давайте я вам вкратце расскажу, что это такое. Каждое сетевое устройство, каждая сетевая карточка имеет свой физический адрес. В принципе, он должен быть уникальным. Соответственно, он не повторяется. Что вы можете сделать? Например, создать правило. Назвать его как угодно. Написать MAC-адрес желательный или, наоборот, нежелательный. И даже если у вас Wi-Fi-сеть открыта, то есть не запаролена, не включена у вас безопасность. То есть компьютер с данным MAC-адресом никогда на роутер не попадет. Соответственно, не подключится и не сможет пользоваться интернетом. Есть другой вариант развития событий. Вы можете поставить разрешить и указать только список ваших устройств. Ноутбука, телефона и так далее. И получите ситуацию ровно наоборот. Только ваши устройства могут пользоваться роутером. Все остальные будут игнорироваться. DHCP. Та служба, которая выдает IP-адреса каждому из устройств. По умолчанию задан пул на 100 IP-адресов. То есть он будет выдавать с сотого по 199. То есть 100 устройств по умолчанию могут к вашему роутеру подключаться. Мы обязательно оставимся на этом поподробнее как-то. Но пока что вам нужно знать, что каждое устройство в сети имеет IP-адрес. Список клиентов DHCP. Вот как раз мы видим мой компьютер. Мы видим мой MAC-адрес. То есть сразу видим, кто сидит на данном роутере. И более того, можем скопировать этот MAC-адрес. Посмотрите, обратите внимание на IP-адрес. Там у меня получен как раз 101. И как раз из этого пула. Мы можем скопировать этот MAC-адрес, если это нежелательный нам компьютер. Зайти в беспроводной режим. Зайти в фильтрацию MAC-адресов. И запретить роутеру обрабатывать запросы от этого MAC-адреса. Соответственно, тем самым заблокируем полностью сетевое устройство. И даже, повторюсь, если сеть открытая, шифрование и защита у нее отключена, все равно не пролезет. То есть работать не будет. К сети, скорее всего, устройство даже не подключится. Это еще один из способов защиты роутера. Поехали дальше. Резервирование адресов. Что это значит? Роутер при каждом подключении выдает каждому устройству IP-адрес. Моему устройству выдан 101. На данный момент 192.168.0.101. Разумеется, адрес будет каждый раз разный. Здесь мы можем задать правило, которое запомнит MAC-адрес сетевой карты и будет устройство выдавать каждый раз один и тот же IP-адрес. Для чего это надо, мы попозже с вами обязательно разберем. Настройки всякой маршрутизации и переадресации портов я пока что касаться не буду, потому что для базовой настройки роутера это абсолютно не важно. Безопасность. Я думаю, тоже вскользь пробежим. Все галочки выставлены абсолютно правильно. Не нужно их менять. В этом меню вы вписываете MAC-адреса только тех компьютеров, с которых можно осуществлять настройку данного роутера. Разумеется, с других компьютеров настроить его будет невозможно. Особенно это актуально для тех, кто оставляет сеть открытой и не ставит на нее пароль. Удаленное управление. Достаточно важный пункт для тех, кто в момент отсутствия своего дома хочет знать, что происходит на его роутере, кто где сидит и сидит ли вообще. По умолчанию эта функция, конечно же, отключена. А работает она следующим образом. Находясь дома, вам нужно узнать, какой внешний IP-адрес вам присвоил ваш провайдер. Узнать это довольно просто. В любой поисковой системе можете спросить. Запрос крайне простой. Мой IP и, скорее всего, внешний IP-адрес вам будет ваш указан. Соответственно, после настройки данного пункта из любой точки мира в строке адреса, где вы обычно вводите адрес сайта любого, в каком, например, или яндекс.ру, вы можете ввести этот IP-адрес, который будет вам указан на сайте. Разумеется, вам его записать надо куда-нибудь и с ним уже уезжать с бумажкой. И вы попадете на страницу вашего роутера. Введя логин и пароль, попадете внутрь и посмотрите все эти настройки. Если есть необходимость, можете их поменять, где бы вы ни находились из любой точки мира. Единственное, что неплохо было бы еще, логин админ и пароль админ поменять на что-нибудь другое, потому что это серьезный удар по безопасности вашего роутера. Если он будет открытый, стоять со стандартными паролями, ни к чему хорошему это не приведет. Но это мы уже далеко убежали, потому что для базовой настройки роутера, чтобы просто сидеть в интернете и пользоваться Wi-Fi, вам не обязательно трогать этот пункт вообще. Контроль пропускной способности и список правил. Здесь вы можете создать несколько правил для нескольких IP-адресов для клиентов роутера, так называемых, для тех, кто пользуется интернетом. Можете вручную указывать им максимальную скорость, то есть ограничить скорость каждого IP-адреса любого устройства в вашей сети, которые находятся, сидят на вашем роутере, легко при помощи этого пункта. Опять же, для базовой настройки вам не нужен, соответственно, останавливаться мы на этом не будем. Кому нужно, напишите в комментариях, мы расскажем, как это делается. Итак, системные инструменты. Достаточно важный пункт. Здесь настраивается дата, время, то есть ваш роутер всегда знает, сколько время. Это необходимо для настройки разных правил. На этой страничке мы можем сбросить заводские настройки, то есть восстановить все по умолчанию, как было. Здесь довольно интересная страничка, если вы очень часто перенастраиваете роутер, я не знаю зачем, но мало ли такое есть. Вы можете все настроечки ваши сохранить в файлик. И чтобы все вот эти манипуляции заново не проводить, можете просто нажать кнопочку «Обзор». Ну, изначально нужно нажать кнопочку «Сохранить», потом нажать кнопочку «Обзор» и показать, где же лежит ваш файлик, чтобы роутер настроился автоматически. То есть в файлик выгружаются все ваши настройки. Достаточно полезная штука, если вы часто экспериментируете и меняете настройки роутера, чтобы вернуться обратно. Пароль. Чтобы не оставлять стандартный админ-админ при входе на роутер, особенно если у вас открытая Wi-Fi-сеть, чтобы вам не нахулиганил никто, вводите старый, то есть админ-админ, потом имя пользователя новое, пароль новый, подтверждение. Нажимаете «Сохранить». Все, пароль на роутере вы поменяли. Опять же, не путайте, не Wi-Fi пароль. Пароль доступа к странице настройки. И на этом мы с вами, скорее всего, закончим. Поэтому ставьте лайки, если вам видео было полезно. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на наш классный канал. У нас впереди еще очень много всего интересного. Также не забывайте про наши другие видео. Например, про обзор недорогой, но очень классной экшн-камеры. Или быстрый обзор 7 роутеров за 10 минут. Всем желаю больших скоростей и маленьких пингов. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok